Продолжение следует... В этот день христиане чтут память святых Прова и Андроника. Жили при императорах Диоклетиане и Максимиане, 4 век. Согласно поверьям, святой Андрон подметает метлой небо, очищает звезды и луну. Народ считал Андрона мудрым звездочетом. Поговаривали, что он может и совком звезды почерпнуть, и шестом небо достать. Плюс ко всему, святого Прова также по каким-то причинам связали именно со звездами. С давних времен верили, что они влияют на жизненные события каждого человека, и считали, что сколько звездочек на небе, столько и людей обитает на земле. Рождается человек и зажигается звезда. Соответственно, падающая звезда тесно связана в народном сознании со смертью и говорила о чьей-то кончине. Кометы виделись нашим предкам предвестниками несчастий, эпидемий, грядущих войн и неурожаев. На Прова никакой особенной работы себя не обременяли, а лишь за звездами наблюдали, гадая по ним о погоде и будущем урожае. Впрочем, небесные светлячки не только судьбу будущего урожая предсказать могли, по ним люди в этих вопросах сведущие, о многом судили, в том числе и о характере человека, с которым предстояло дело иметь. Только для этого одной звезды мало было, здесь целое созвездие требовалось, чтобы точно определить, кто есть кто. В эту пору продолжалась молодьба, из зерна делали крупу и муку, поэтому самым популярным блюдом на крестьянском столе была каша, ячменная, овсяная или пшенная. Кашу подавали с маслом или с салом, а для детей ее заправляли сладким вареньем. В народе говорили, не обижай никого на право, не будет самому счастья никакого. Это звучит как совет, не ссорьтесь, чтобы и с вами не было ничего худого. А кто в этот день громко хохотать будет, тот себе страшную муку добудет. Не следовало также спрашивать в ответ на стук в дверь, кто там, дабы не впустить в дом несчастья и беды. Так что же сулили звезды о погоде и о будущем урожае, а в народе примечали. Если звезды играли, переливались, меняя яркость, значит, где-то рядом набирало силу вьюга. Белые и красные круги вокруг звезд ясную погоду предсказывали, а черные говорили о скором ненастье. С той стороны, куда указывали длинные звездные лучи, ждали ветра. Многозвездие ясную погоду сулило, а если звезд было мало, неприветливыми и серыми выдавались в ближайшие дни. Яркая звездная ночь на опрово вселяла надежды на год урожайный, а если небо было затянуто облаками, на плодородное лето не рассчитывали. Яркие звезды предвещали мороз, тусклые – оттепель, а мигающие – перемену погоды. Если же видели падающую звезду, ждали ветров и сухого года. И еще, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok